Железнодорожная станция Рядом стоял развороченный бомбой или снарядом большой пульмановский вагон. Ветер выносил из него в черную обугленную степь белые треугольники, письма с фронта и на фронт. Я печально смотрела на эту борисную медель. Сколько же людей не дождутся весточки от своих родных. Будут думать, что они погибли, сгибли, пропали бесследно. В урагане войны. Это видение преследовало меня многие годы и после войны. Я иногда видела, что и раненые бойцы смотрят со страшной тоской в глазах на метель из писем. Может быть, каждый из них думал, что в неизвестность улетал и его треугольник. Я бросалась делать успокоительные уколы. Что-то лепетала о том, что письма соберут и отправят по назначению. Хороший ты человек, дочка. Ну, рассказал один из раненых. Остальные молчали. Мне хотелось крикнуть им, что, возможно, среди этих писем и мое письмо, или лесточка мне от папы. Но я промолчала. Зачем добавлять к чужому горе свое? После того, как папу отправили под Сталинград, мы изредка получали от него письма. Он писал, что жив, здоров, приходится трудно, но он надеется на скорую встречу. Потом письма перестали приходить, и наступило глухое молчание. Мы с мамой подозревали самое худшее. Как могли, разыскивали папу, но ответа на свои запросы по месту его последней службы не получали. И каждый день надеялись, вот сегодня придет от папы письмо. Оно пришло через несколько месяцев. Папа писал, что из-под Сталинграда его направили на Кавказ, где шли кровопролитные бои. Его часть попала в окружение. Они получили приказ выходить к своим поодиночке, мелкими группами. Папа отрастил бороду, обзавелся штатской одеждой. В семье у нас хранилась фотография отца всех страшных дней. Незнакомый человек с бородой, с глубоко запавшими глазами, Сталинком Батникин. Потом она исчезла. Так случается, что самое дорогое мы не умеем сохранить. Однажды тяжело заболел генерал, командовавший остатками разгромленных войск. За ним прислали самолет с большой земли, как тогда говорили. Папу врача приставили его сопровождать. Так он пересек линию фронта и немедленно стал нас разыскивать. Отец и мама очень любили друг друга. Их любовь одолела все – войну, разлуку, горе. Для меня они на всю жизнь остались примером верности и преданности, высоким чувствам. Отец остался служить в армии, а мы с мамой и сестренкой поехали в Киев и увидели, что жить там нам негде. Наш дом разбомбили. Я пришла к руинам этого дома. Мы жили там всю мою жизнь до войны. Я помнила его большим, трехэтажным. У нас квартира была на втором этаже. А теперь увидела груду мусора и остатки крыши, которые взрывная волна забросила на соседний дом. Больше всего было жаль, что погибли все наши семейные архивы. Война беспощадно уничтожила мое детство. Разделила время на до войны и после. Впоследствии несколько детских фотографий я нашла у знакомых. День Победы для меня – это самый светлый праздник, какой только есть в моей жизни. И я убеждена, что чем больше проходит времени со дня окончания войны, тем большая ответственность ложится на нас перед лицом истории. Нельзя забывать о подвиге нашего народа, который выиграл одну из самых жестоких войн за всю историю человечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова